Не покупай эти детали для самоката. Ну, во-первых, не покупай пеги. Если ты думаешь, что пеги откроет тебе волшебный мир новых трюков, то ты очень сильно ошибаешься. Скорее всего, они тебе откроют дорогу в тромовом пункте. Во-первых, пегами очень легко зацепиться и полететь фейсплентом. Во-вторых, ты очень легко можешь пробить пегами фигуры скейт-парка. Ну и очень легко можешь надеть себя, либо своего друга. Так что лучше не покупайте пеги, если не хотите себе сделать проблему. Никогда не покупай вилки с топ-кэпом. Топ-кэп — это, можно сказать, замена болту и блинчику. То есть это, можно сказать, объединенный блинчик с болтом, да? Идея, конечно, классная, но проблема в том, что если ты сорвешь этот топ-кэп, либо он как-нибудь у тебя сломается, то ты нигде замену не купишь. То есть, к примеру, болт или блинчик ты спокойно можешь купить в строительном магазине, но топ-кэп нигде этого не купишь. Так что придется менять вилку. Никогда не покупайте зажимы с болтами под пятый шестиграник. Смотрите, вот это вот болт под шестой шестиграник, да? Видите, какой толстый? И это болт под пятый шестиграник. Он в полтора раза тоньше. И вот этот вот болт очень плохо держит, его очень легко сорвать. Никогда не покупайте 120-е колеса. Во-первых, эти колеса очень тяжелые. Во-вторых, все вилки под 120-е колеса очень тяжелые. Ну, и эти колеса не подходят ко всем декам. И если вы думаете, что у вас какая-то там будет гигантская скорость, что вы сможете перелетать самые гигантские там какие-то флои, то, скорее всего, это только в оснах. И никакую там большую скорость эти колеса вам не прибавят. Ну да, немного будет больше на карте, но вы так не мечтаете. Никогда не покупайте алюминиевые рули. Эти рули чисто для детей. Ну, конечно, если вам 8 лет, и вы весите меньше 30 килограмм, то можете покупать. Но если вы весите больше 30 килограмм, или вам больше 8 лет, то, скорее всего, вы очень быстро сломаете этот труп. Никогда не покупайте крашеные титановые рули. Вот смотрите, что стало с моим крашеным титановым рулем. Видите, как он облез? И это он еще облез до того момента, как он мне вообще приехал домой. Он, видимо, в коробочке дел бенгеры разные, в Варфёстер. Так что, если вы не хотите, чтобы у вас вот такой вот был руль, как будто бы с помоечки, то... Никогда не покупайте вот такие вот шестигранники. Вроде бы, казалось бы, удобный шестигранник. Вот здесь на 6 вот так вот затянул. Здесь на 4, а здесь на 5, да? Но проблема в том, этим шестигранникам так сложно что-либо затягивать, вот в таком вот положении. Представляете? Это очень неудобно. Так что лучше не покупайте такие шестигранники. Никогда не покупайте вот такие вот скамерские вещи, которые как будто бы будут держать ваш самокат в хорошем виде. Вот, к примеру, очиститель шкурки. Ну, может быть, это и не такая скамерская штука, но вы просто замучаетесь очищать шкурку. Вот, видите, я этот час не пытался очистить шкурку. И еще вот это вот смазка для подшипников. Ну, зачем смазка для подшипников в самокате, если подшипники не обслуживаемые? То есть, можно сказать, эта вещь просто сделана для хайпа. Так что не покупайте вот такие вот, вот такую ерунду. Еще никогда не покупайте керамические подшипники. Я увидел, когда такое, вообще удивился, а как это такое? Купил, реально оказались прикольные. Покатался на них. Один раз прыгнул, ну, разлетелись по всему скейт-парку шарики. Так что лучше не покупайте керамические подшипники, потому что они очень быстро ломаются. Вот, видите? В такую дырочку залетели. Еще никогда не собирается самокат на АСС компрессии. Вот там вот внутри находится ромашка, да? И вот эту вот систему придумали этик, да? И как это работает? То есть болт, он вставляется снизу, да? И чтобы вам подкрутить самокат, вам нужно будет раскрутить переднее колесо и найти где-то огромный шестигранник, который вот прямо отсюда, вот до туда дойдет. И такой ты, я не знаю, где найдешь. Ну, а еще к тому же, если ты хочешь подкрутить себе самокат, то такое нужно, геморрой, в общем. Не покупайте самокаты себе на АСС системе. Ну и еще, никогда не покупайте себе самокаты на резьбовой системе. Ну, вы сами знаете, какая галимая система резьба. Она постоянно раскручивается. И, в общем, неудобная система. У меня сейчас нет никакого самоката с резьбой. Конечно, я катался на своем первом резьбовом самокате, но потом я понял, что на таком лучше не кататься. Я знаю, что у вас в ударе живет какая-нибудь бабушка, которая делает на резьбовом самокате брайбатор вот с таким вот рулем. Но вы спросите у нее, а как ей кататься на резьбовом самокате? Я думаю, она вам много чего расскажет. В общем, спасибо всем ребятам за просмотр. Всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова